День Матери День Матери День Матери День Матери Подтвердите или опровергните мои слова, да, у нас такая тенденция была, вот скажите, как сегодня, в России особенно, что женщины все меньше и меньше рожали. Вот как на сегодняшний день с этим обстоит? Рожают ли у нас сегодня, как в Ставропольском крае в частности, как мамы, охотно, неохотно? Насколько вот динамика демографических вопросов в Ставропольском крае благополучна? Ну, демографическая ситуация, как у нас так в стране, не очень сейчас хорошая, особенно с этого года. И это связано тем, что сейчас пришли в продуктивный возраст, то есть возраст, когда наиболее благоприятно рожать. День Матери 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 И в последнее время это превышает даже 30%. Это показатели среднеевропейские. 30-35%. У нас появился еще один центр в Пятигорске. Ну и, возможно, в следующем году откроется еще один перинатальный центр. Центр ЭКО. Клиника Китва. Два, четыре центра. И они обеспечены уже надолго вперед. Вот. Пять лет назад у нас было около 300 беременных, которые подвергались процедуре ЭКО. На сегодняшний день это около тысячи. Это в год? Это в год. И еще около 500-700, до 2000, часть отправляется в другие клиники, где необходима еще более специализированная помощь, где очень грубые эндокринные нарушения, где пациентки уже неоднократно оперированы. В случаях, когда отсутствует эффект от ЭКО в других центрах. И тогда мы направляем ведущие центры России. Но мы сейчас обеспечиваем большинство женщин с бесслодием, которым требуется экстракорпоральное оплодотворение. Мы можем обеспечить это ресурсами Ставропольского края. Здорово, конечно, что у нас в Ставропольском крае можно такие вообще, ну, количество, да, таким многим женщинам помочь. Но вот если говорить о сохранении, сбережении здоровья, да, чтобы все-таки женщины могли рожать сами. В Ставропольском крае у нас есть такие программы, да, и созданы ли все условия для того, чтобы сохранить здоровье женщины, ну, и максимально все-таки приблизиться к тому, чтобы женщины сами смогли родить ребенка? Ну, в Министерстве здравоохранения есть вообще программа здоровья населения Ставропольского края. В этой программе это программа женского здоровья. И там есть подразделы. Это и своевременное лечение, начиная с подростков. Ведь зачастую мы должны понимать это, что иногда проблемы бесплодия еще лежат в подростковом возрасте. Очень далеко, да. И это и не секрет, это и раннее начало половой жизни, и первые воспалительные заболевания, которые потом реализуются в воспалительные процессы в маточных трубах, непроходимость, и тогда требуется лечение. Это диагностика, конечно же, ранняя диагностика эндокринных нарушений. Эндокринных заболеваний очень много. Если мы своевременно будем диагностировать, то своевременно лечить. То есть это подростковый возраст. Это женщины репродуктивного возраста, начиная уже с 18 активного репродуктивного, с 18 до 35 лет, когда женщины должны рожать. Вообще раньше считалось, что первый род должен быть до 25 лет, второй род должен быть до 30 лет, и третий род до 35. Вы, наверное, выбились очень сейчас из этих рамок. Да, сейчас современные женщины, они очень активные. Многие бизнес-вумены, они хотят сначала иметь финансы, иметь квартиру, иметь машину, и только потом решать вопрос о ребенке. А это уже возраст 32, 35, 37. А это уже появление различных заболеваний, в том числе эндокринных, гинекологических заболеваний. И тогда уже начинаются проблемы. Именно эти женщины к нам обращаются. Возраст женщины, которые к нам обращаются с бесплодием, у меня самая молодая, девочка была 18 лет, у которой удалены маточные трупы по поводу воспалительных заболеваний. Самая возрастная, это было 54 года, которую мы роду разрешили. Она очень хотела иметь ребенка, и у нее была ЭКО, 54 года. Она родила, уже ребенку 5 лет, она счастлива. Хочу спросить, вот женщины, которые решают стать матерью, в любом случае это ответственность, и я думаю, эмоционально они очень волнительны. Насколько сегодня в Ставропольском крае вся необходима медицинская помощь будущим мамам? Мам с детьми в полной мере оказывается у нас. У нас в министерстве есть трехэтапное оказание медицинской помощи. Первый уровень – это обычные участковые, районные больницы. Второй уровень – это уже городские больницы. И третий уровень – это перинатальные центры. Вы знаете, что у нас новый открылся перинатальный центр, у нас сейчас два. Это стационары третьей степени риска, при которых есть, соответственно, женские консультации. И в новом перинатальном центре там есть и отделение репродукции человека, которым занимается отделение, которое занимается пороками развития детей, отделение, которое занимается катамнозом, то есть изучением детей, которые родились от женщин в проблемных родах. И вот эти программы, они все задействованы, они все работают. То есть начиная от самых простых случаев, где у нас в стационарах первой степени риска, и заканчивая, ну, очень тяжелыми случаями с тяжелейшей патологией. Это сейчас же у нас, например, если раньше, можно бы трудно себе было представить, беременную, которую мы разрешаем беременность со злокачественными заболеваниями или перенесенными злокачественными заболеваниями. Сейчас появилась возможность даже лечения злокачественных заболеваний, например, щитовидной железы, которую мы выявили во время беременности, это в поздние сроки, и мы можем лечить это злокачественное заболевание, даже во время беременности, это не сказывается на состоянии ребенка. То есть эти уровни, благодаря этим уровням мы можем оказывать самую разнообразную помощь и женщинам с практически любой причиной возникновения бесплодия, и мы стараемся ее устранить, и тогда женщина становится матерью, она становится счастливой. Считается же биологически это все-таки предназначение женщины иметь ребенка и воспитывать ребенка, участвовать в воспитании детей. Это очень серьезная и социально значимая проблема. Если мы не будем решать ее с момента пубертатного, с момента школьного периода, институтского, кто учится, кто уже работает, или кто занимается бизнесом, то мы можем не решить проблему. Очень многое зависит от самих женщин. Мы не можем завлечь пациентку, мы можем просто убедить ее, что ей нужно перейти к врачу еще до беременности и сказать, я хочу беременеть, здорова ли я, могу ли я беременеть. Тогда врач проведет обследование, если в этом есть необходимость. И женщина забеременеет и благополочно родит. Спасибо вам большое, Виктор Алексеевич, за такой интересный разговор, за такие вообще чудесные слова сегодня, о самом главном предназначении женщины. Спасибо большое, что нашли время. Мне хотелось бы пожелать женщинам, прежде всего, здоровья, счастья, счастья в семейной жизни, чтобы рядом с ними всегда были мужчины, которые их поддерживают и которые хотят вместе воспитывать детей. Желательно, а не одного, а лучше двух, а еще лучше трех. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, в нашей студии сегодня был Виктор Аксененко, потрясающий человек и врач. Уважаемые телезрители, оставайтесь на своем ТВ, а я поздравляю всех наших мамочек, особенно мою любимую маму, с Днем матери. Будьте всегда здоровы и счастливы. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова